Добрый день! На вопросы жителей нашего региона отвечает глава Республики Коми Владимир Викторович Уйба. Владимир Викторович, добрый день! Бурлун Инесса, добрый день, уважаемые жители Республики Коми, готов отвечать на вопросы. Приступим. На октябрьской сессии Госсовета было принято решение дополнительно выделить Минздраву Республики более миллиарда рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. На что будут направлены эти средства? Действительно, казалось бы, деньги очень большие, но при этом, как я уже говорил, инфекция очень непростая и приходится дополнительно выделять средства. В первую очередь, средства пойдут на улучшение лабораторной диагностики. Вы знаете уже все, что единственный достоверный метод диагностики – это ПЦР-анализ. И для того, чтобы открыть ПЦР-лабораторию, это лаборатория очень сложная, это лаборатория первого-второго уровня защиты, и, соответственно, это отдельная система вентиляции, отдельное шлюзование и так далее. То есть это такая серьезная лаборатория. Так вот, мы идем планомерно на то, чтобы эти лаборатории, количество их увеличивать. И вот я неделю назад рассказывал о том, что мы открыли еще одну лабораторию в Ухте, и еще сейчас у нас две лаборатории мы запустили в работу – это в Усинске и в Эжве. Понятно, что это не быстрая история, заказ оборудования, ремонт, но, тем не менее, это нужно делать, потому что все равно всплески еще и ковида будут достаточно все-таки долго. Ну, и лаборатория ПЦР-диагностики, она не только на ковид, а на любую вирусную инфекцию. Вот, к слову сказать, что вчера в инфополе появилась информация о том, что в Ухте стоят очереди для того, чтобы сдать анализ на ПЦР. И был предложен снимок. На самом деле мы разобрались, потому что было сразу понятно, что это не та лаборатория, которую мы открыли. Открыли мы ее на очень хорошую пропускную способность, идет 400 анализов в сутки, поэтому мы сегодня практически перекрыли полностью по потребности Ухту и Сосногорск. Плюс еще можем даже брать Ижму дополнительную, Уссильму, вот на направлении Ухты. Тем не менее, это частная лаборатория, они работают только на забор анализов, то есть они не производят сам анализ, берут забор, потом отправляют на диагностику. И эта лаборатория работает по договору для обследования вахтовых рабочих. Поэтому мы, конечно, попросим вот эту частную лабораторию, чтобы они не создавали вот такую очередь на улице, тем более сейчас уже холодно становится, люди стоят близко друг к другу. А все-таки по времени людей назначали небольшими группами и проводили такую диагностику. Куда мы еще расходуем средства? Мы же смотрим, постоянно мониторируем ситуацию. И мы увидели, что у нас достаточно большое скопление людей при прохождении КТ-исследований. И мы дополнительно сейчас вот из этих денег, которые попросили у депутатов Госсовета, на два компьютерных томографа. Потому что нам нужно расшивать узкие места и дополнительно два КТ-аппарата. Один из них будет установлен в Сыктывкаре, а второй будет установлен в Воркуте. Плюс мы видим, что вообще на перспективу, на ближайшие, это уже не в этих деньгах, я просто дополнительно даю информацию, что в перспективу мы увидим, что компьютерные томографы стареют, становится, ну, в общем, уже неинформативная картинка. И мы дополнительно до 2025 года будем менять шесть компьютерных томографов. То есть по программе первичного модернизации первичного звена здравоохранения. Куда еще пошли деньги? Вот когда я ездил по республике летом, осенью, каждый раз, когда я приезжал и видел ненормативные условия в той или иной ЦРБ, то мы изыскивали средства, и как раз вот эти средства сегодня, в том числе и Госсовету были предложены на выделение. Это на текущий ремонт в наших центральных районных больницах. Конкретно где? Вот сейчас идет ремонт и до конца года будет закончен в Ударе, в Ударской ЦРБ, далее в Княжпогодской районной центральной больнице, в Уктыльской больнице мы полностью меняем кислородные сети, и в Воркуте. Мы очень серьезно оснастили Воркуту, а именно это инфекционная больница, роддом, больница скорой медицинской помощи, причем там такая достаточно серьезная модернизация именно оборудования медицинским. Это рентгенаппараты, это аппараты УЗИ, это аппараты лабораторной диагностики, анализа в крови, что очень важно, в том числе и при ковиде сейчас. Далее мы полностью восстановили работу, круглосуточную работу в поселке Варгашор, куда тоже потребовалось медицинское оборудование дополнительно. Поэтому вот эти средства мы все и запросили у депутатов госсовета, получили добро, и вот сейчас такую большую работу по оснащению медицинским оборудованием проводим в наших больницах в республике. Очень хочется, чтобы вся эта ковидная история скорее закончилась, и вся эта техника, которая поступает в районы, уже обеспечивала нормальную жизнь. Ну да, мы все-таки пока не можем выйти на плату, мы идем все-таки с набором. Мы, в общем, ожидаем все-таки, что мы к середине декабря должны выйти на пик, и выйти вот для того, чтобы уже отслеживать какое-то снижение. Надеемся все-таки, что все меры, которые, беспрецедентные меры сегодня действительно в республике, проводится огромная работа именно по организации медицинской помощи, для того, чтобы снизить возможность заражения, вот в первую очередь именно это, и улучшить работу первичного звена. Вот я говорил, что мы беспрецедентную такую практику вводим, она у нас заработает в Сыктывкаре буквально вот с понедельника, у нас будет открыт ковидный амбулаторный центр, о чем я говорил, на базе третьей поликлиники, где будут принимать только ковидных пациентов, причем мы изменили алгоритм, и у нас специально подобранные частные перевозчики, я имею в виду водители, но они будут как раз по вызову привозить пациента на прием к врачу, и потом увозить обратно домой после получения медицинской помощи, медикаментов будут выдаваться прямо на амбулаторном приеме, с тем, чтобы минимизировать хождение пациента, минимизировать его передвижение по городу и дополнительное заражение. Вот такие меры мы сегодня дополнительно, а это именно организационные меры, но они точно совершенно идут в копилку на снижение уровня заболеваемости. В республике началась активная работа над бюджетом региона на 2021 и два последующих года. На рабочих совещаниях в госсовете министры защищают госпрограммы. Как идет эта работа? Работа очень серьезная, очень ответственная. Почему? Ну, вообще бюджет, это всегда ответственно, в бюджете нельзя ошибиться, все-таки это бюджет на 2021, 2022, 2023, но вот впереди 2021 год, и бюджет должен быть выверен до копеечки. При том, что, вы знаете прекрасно, я тоже об этом говорил, что в 2021 год у нас будет дефицитный бюджет, а следовательно, мы должны сейчас все сбалансировать, при этом не снизить уровень социальных программ. То есть мы не собираемся останавливать строительство школ, детских садов, медицинских учреждений. То есть мы не собираемся снижать уровень финансирования народных инициатив, народных бюджетов. То есть все социальные программы мы хотим выдержать. А, соответственно, понятно, что раз бюджет дефицитный, мы должны идти взаим, то есть мы должны заимствовать кредиты, мы должны выпускать облигации республиканские. Но мы идем на это выверенно, мы просчитываем все. И вот это требует особой тщательности в балансировке бюджета, в сбалансированности бюджета. Действительно, сейчас идет снова защита. Всего у нас 17 программ, 6 программ уже защитили. Все защищают сейчас члены правительства, в том числе и коллеги, которые приступили к работе после утверждения Государственным советом республики. Работа идет слаженная, но это очень серьезная, сложная, кропотливая работа, и мы должны к середине декабря этого года бюджет утвердить. Вот на это сейчас брошены основные силы и правительства, и депутатского корпуса. На реках республики начинается период для достава, и многие населенные пункты оказываются отрезанными от большой земли. Насколько республика готова к этому периоду? И что делается, чтобы жители труднодоступных сел и деревень могли добраться в райцентр или в Сыктывкар? Да, я уже говорил, что мы провели достаточно большую работу, сохранили Коми-Авиатранс, и как раз за счет вертолетных маршрутов, которые обеспечивают Коми-Авиатранс, мы готовность к таким перевозкам обеспечили полностью. В пяти районах Усинский, Печорский, Вуктыльский, Ижимский и Уссилимский как раз будут вертолетные перевозки. И это вертолеты Ми-8, труднодоступные населенные пункты. В первую очередь, те два маршрута, которые мы вновь запускаем, это поселок Кою и поселок Приуральский в Троицко-Печорском районе. Вот эти два маршрута, как раз, когда я был и встречался с жителями, это были наказы, по сути, жителей для того, чтобы эти маршруты запустили. Один раз в неделю будет летать из Ухты вертолет в эти поселки. Далее, вот тоже на встречах с жителями Вуктыльского района был вопрос о том, что зимники практически не стоят. И для того, чтобы обеспечить доставку и медицинского персонала, и пациентов, заболевших в поселках, которые отрезаны и не имеют дорог, особенно в зимний период снегопады, когда и вертолеты не могут лететь, мы заказали и сейчас строят как раз для Ухтыла судно на воздушной подушке, это Нерпа. К концу марта следующего года это судно будет готово. И мы его как раз запустим к следующему периоду, когда будет ледоход и тоже будет как раз отрезан поселки от доступности. И повторяю, тогда, когда есть вертолет, понятно, что есть вертолет. И вертолет полетит всегда. Для этого у нас все есть. И вертолеты есть, и средства предусмотрены. Но бывает, когда вертолет лететь не может. И вот тогда как раз вот такие судна на воздушной подушке очень востребованы. Кстати, такое же судно, оно по-другому называется Кайман, мы уже приобрели. Это Сеткеркиш, поселок тоже известный. И сейчас уже мы закончили перевозки по воде, навигация закончилась. И по сути сейчас уже во время шуги вот это судно на воздушной подушке уже может выполнять перевозки, но перевозить одновременно 10 человек. Но при этом это очень комфортное судно, безопасное. Поэтому вот оно на этом направлении готово работать. Далее, значит, коснусь еще мостов. Потому что очень много вопросов к наплавным и понтонным мостам. Во время ледоходов их сносит с их места, вплоть до того, что мы там проводим целые спецоперации, ловим эти мосты, возвращаем их на место, на реках, где идет рыба на нерест, они вообще мешают проходу рыбы, и это вызывает проблемы. Поэтому мы все-таки наметили пять таких мостов. Первый мост – это через реку Луза, поселок Коржинский при узком районе, поселок Мещура в Нежпогодском районе. И вот буквально на прошлой неделе мы с коллегами, с депутатами госсовета, с главами трех муниципальных образований Сосногорского, Ухты и Ижимского ездили поселок Керки, это направление Керки-Том, река Айюва. Вот там тоже определили, что там тоже будем строить все-таки капитальный мост. И на следующей неделе в Москве я буду докладывать, будет большое мероприятие, транспортная неделя России. На этой транспортной неделе я буду раздокладывать по ситуации с транспортной доступностью в республике и просить включения в программу «Мосты России», которая начинается с 2022 года, вот эти мосты, которые крайне важны сегодня для республики и для жителей. Участок дороги Кабан-Твис-Малая-Пера введен в эксплуатацию на год раньше срока. Можно ли сегодня подвести итоги дорожно-ремонтно-строительной компании в республике в целом? Да, действительно, мы провели, на мой взгляд, очень хорошую работу, 23 километра, это вот известная наша дорога Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Наренмар. Только в следующем году они должны быть готовы, но за счет того, что очень качественно и эффективно работает подрядчик и правительство пошло нам навстречу, правительство Российской Федерации, мы перебросили деньги следующего года, 21-го, на этот год и подрядчик делал всю работу в этом году. Плюс, вообще мы в этом году сделали дополнительно, очень, я считаю, много для республики дорог, это 78 километров дорожного покрытия, это твердое дорожное покрытие, асфальтобетонное, и это не только устройство самого полотна, это еще и мы начали освещать дороги в вечернее время, в вечернее ночное время, 5 километров вот в этих 78, это сделано дороги с освещением, и это тоже улучшает и качество езды водителя и безопасность пешеходов. Поэтому такая работа комплексная по восстановлению и по ремонту дорожной сети республики продолжается и будет продолжена в следующие годы. На этой неделе на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вы предложили создать онлайн-платформу «Арктика в один клик». Расскажите подробнее, что это такое, а главное, зачем? Да, знаете, мы действительно посмотрели, мы же очень активно сейчас, я тоже об этом докладывал, идем в программу внутреннего туризма в России, как республика, но мы поняли, что не нужно бороться в одиночку за туриста, чтобы привлечь его в республику Коми только. Туристу сегодня очень интересно посмотреть и сопредельные наши соседи республики и области, и поэтому мы предложили такую платформу, это действительно платформа в один клик, когда туристу вся информация поступает, причем это не просто название туристических мест, а это комплекс, это комплекс сервисов. Где расположены отели? Как выстроить логистику правильно? Где медицинское учреждение расположено по маршруту? Где пункты питания? Национальная кухня. Национальная кухня в том числе, совершенно верно. Где продаются товары народных ремесел. То есть вот это все, это как раз и есть один клик. Причем мы предложили это, как сделать это на базе именно республики, учитывая, что на следующем году столетие Коми в один клик. То есть точно так же республика или туризм Коми в один клик. С тем, чтобы отработать сначала на своей площадке, а потом это перенести уже на Арктику в один клик. Считаю, что почему это хорошая история? Потому что, во-первых, нас поддержали на этом совете и Совет Федерации, и правительство Российской Федерации. И внесли это в протокол заседания с тем, чтобы мы могли дальше двигаться по разработке такой платформы. Мало того, я же сделал там два предложения. То есть вот сервис для туристов, а второе – платформу «Агрегатор». И начать надо, а для чего это? Опять же, для помощи нашему среднему малому бизнесу. И я доложил как пример, что мы в республике имеем очень экологически чистое мясо, продукт оленину. Такая же оленина есть в Мурманской области, в НАО. И мы сами по объему, как республика, нам недостаточно объема нашей оленины, чтобы выйти на международный рынок, потому что там требуется неснижаемый объем, и объем в течение года должен быть подтвержден. И я как раз предложил сделать такую же платформу, агрегатор, для того, чтобы объединить несколько субъектов России с тем, чтобы этот объем набрать. И, безусловно, это будет очень хорошая поддержка как раз нашему среднему малому бизнесу. Это тоже было поддержано. Считаю, что это тоже очень интересное предложение. И это тоже будет сделано на базе платформы. Когда мы тоже, точно так же, люди, которые занимаются этим разведением и поставкой оленины, точно так же будут к этой платформе подключены и будут знать, где, когда, кто будет собирать эти сборные грузы, когда нужно будет заготовить то или иное количество, какого качества и так далее. Соответственно, будет на нескольких языках все это организовано. Да, действительно. Мы включили обязательно в эту платформу, что она будет многоязычная. Не только русский язык, многоязычная. Вопрос от Эжвинцев. Детская библиотека «Алый парус» такое название. В Эжве закрыта на ремонт. Нам сказали, что после открытия она станет модельной. Что это такое, когда откроется наша библиотека? Вы знаете, я думаю, что уже многие жители республики знают, что такое модельная библиотека. Потому что, во-первых, мы первые были в России, на севере России, кто открыл счет таким модельным библиотекам. Год назад, именно в Сыктывкаре, мы такую модельную библиотеку открыли. И мы продолжаем, потому что, на самом деле, я посещал очень многие такие модельные библиотеки по республике. Хочу сказать, что это новый вид досуга. Это не просто библиотека взял книгу, ушел. А это, на самом деле, сегодня досуг. Причем досуг интеллектуальный. Если люди приходят в Дом культуры, в селе, то они проводят там, ну, там, поют в хоре, например, да, или там играют в спектакль, да. А вот такой интеллектуальный досуг – это как раз модельная библиотека. Потому что там же все сделано для того, чтобы человек мог прийти, не обязательно брать книгу и уходить домой. Он же может там, там созданы условия, где можно просто уединиться и посидеть там, почитать. Или заказать книгу по интернету, вообще той, которой в библиотечном фонде нет. То есть, действительно, это сегодня новый вид такого интеллектуального досуга. И то, что мы его приближаем к людям. И то, что мы вот только за, ну, последующий год, вот у нас в 2021 году, продолжим эту работу, и у нас планируются такие обновления крупных библиотек и в Ухте, и в Воркуте, и в Усинске. Ну, и считаю, что это правильное совершенно направление, потому что этого людям не хватало. И мы сегодня это даем. Спасибо. На этом вопросы сегодня закончились. Увидимся еще. Да, спасибо. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин